Равных прав и честных госзакупок требуют производители спецодежды в Казахстане. Они считают, что и без того ослабленная легкая промышленность оказалась под угрозой исчезновения. Общественники утверждают, что большой госзаказ на пошив обмундирования для военных отдали без тендера некоему консорциуму. При этом контракт на 46 миллиардов тенге заключили сразу аж на 5 лет. Таким образом, несколько десятков отечественных производителей оказались за бортом и сейчас едва держатся на плаву. Илья Рыбин разбирался. Для инженера-технолога единственного предприятия в Казахстане по производству смесовых и полушерстяных тканей каждый рабочий день может стать последним. На этой фабрике цех загружен только на 25%. Из 180 сотрудников остались лишь 40. Денег едва хватает, чтобы оплатить коммуналку. Весь свой капитал завод вложил в модернизацию производства, но заказа так и не получил. Оборудование все закупалось за рубежом, поэтому вложенные средства в долларах США – это 1 миллион 800 тысяч долларов США. Соответственно, возврат этих средств нашим инвесторам пока не может осуществляться. И в такой ситуации еще 35 предприятий. До 2015 года все они участвовали в тендерах. Но, как оказалось, министр обороны лично распорядился определить единого исполнителя госзаказа. И тогда пятилетний договор на 46 миллиардов тенге достался консорциуму Жасампас. В него вошли только пять компаний, а остальные производители остались за бортом. В самом консорциуме с обвинениями не согласны. Я не скажу, что это о том, что информация, что консорциум Жасампас сегодня получил все государственные заказы. Во-первых, это недостоверная информация. У нас на сегодня очень большой рынок и тех же государственных оборонных заказов на предмет госзакупок, предмет, как мы говорим, и национальных холдингов и все остальное. Очень огромные, около где-то 100 миллиардов и свыше. Это именно наша инициатива. Между тем, руководитель Ассоциации легкой промышленности республики Любовь Худова уверена, что Казахстан Инжиниринг заключил неправомерную сделку, из-за которой страдает целая отрасль. Мы считаем, что это, во-первых, неправомерное действие. И мы считаем, что этот договор, конечно, заключен, тем более он на несколько лет. Получается, так мы пять компаний будем развивать, а остальные должны смотреть на них. Это неправильно. Надо рассмотреть и распределить этот оборонный заказ по предприятиям. Оператором заказа стала национальная компания «Казахстан Инжиниринг». И там уверяют, что перед выбором победителя главным условием было высокий процент казахстанского содержания. А вот других решили не подпускать к госзаказу. Консорциум «Ажасампас» был выбран на основании решения комиссии компаний после презентации тканей и продукции легкой промышленности у министра обороны. На момент избрания консорциума «Ажасампас» в качестве одного из поставщиков вещевого имущества на момент избрания не существовало каких-либо других консорциумов. Операторы и заказчики одежды для военных уверяют, что свой кусок пирога сможет получить любое предприятие легкой промышленности. Но при этом львиную долю данного госзаказа все же отдали одной группе компаний. Причем на долгий срок. А для тех, кто все же хочет работать по госзаказу, необходимо вступить в созданный консорциум. А вот это вызывает новые вопросы, ответы на которые мы намерены искать дальше. Тему государственных закупок еще два года назад, будучи вице-спикером Ажелеса парламента, поднимала Дарига Назарбаева. Она настаивала на рассекречивании данных будущих победителей тендеров. Назарбаева была возмущена тем, что в 2013 году треть всех госконтрактов на сумму почти в 400 миллиардов тенге получили всего лишь 15 казахстанцев. Но спустя годы, как видим, ничего так и не изменилось. Продолжение следует...